В эфире День ТВ. Сегодня у нас несколько информационных поводов, которые мы будем обсуждать с депутатом КПРФ Дмитрием Новиковым, который является заместителем председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. Вы знаете, я вообще-то припас информационный еще один повод на концовку нашей беседы. Но вы так повернули разговор, что очень, мне кажется, уместно именно сейчас этот вопрос поднять. Вот совсем недавно в СМИ много писали о ситуации, которая сложилась вокруг депутата Алексея Виноградова. Депутат Армавирской городской думы, он коммунист. Вот я могу процитировать ММК, что пишет. Написано дословно. Депутат коммуниста Армавирской городской думы Алексей Виноградов оказался в центре скандала. Он замазал черной краской памятную доску армянскому политическому деятелю Горигину Тер-Арутюняну, известному также как Горигину Жде, установленную на территории местной армянской церкви. Однако у того, что можно было бы назвать актом вандализма, акт вандализма в кавычке поставлен, есть серьезная подоплека. У историков и аналитиков возникают вопросы по поводу сотрудничества на Жде с властями Гитлеровской Германии. На эту тему рассуждает портал Лента.ру. Вот это я читаю сайт МК.ру. Вопрос. То есть, вы подняли историческую тему, и как вот получается, прям вот соответствует тому, что вы говорите. Тут у нас исторический такой эпизод. Как бы вы это прокомментировали? Я как раз считаю, что вопроса по поводу Тер-Арутюняна никакого не существует. В смысле? Ну, в том смысле, что здесь нет повода для дискуссии. Вот это то случай, когда повода для дискуссии нет. Потому что все поводы для дискуссии завершились, на мой личный взгляд, с проведением Нюрмельского трибунала над фашистскими преступниками. Хотя, в общем, до трибунала все было понятно, что предатель – это предатель. И те наши отцы и деды, которые шли в бой и поднимались в атаку, они именно так рассуждали. Им не нужен был Нюрмельский трибунал. Если бы они размышляли на эту тему, можно ли предателя называть предателем, коллаборациониста коллаборационистом, вряд ли бы они выиграли в борьбе с фашизмом, вряд ли бы они победили в Великой Отечественной войне. Для них все было в этом смысле очень четко и понятно. И это правильно. И правильно, что Нюрмельский трибунал закрепил это в соответствующих правовых формулировках, когда нацистские преступники были названы преступниками, пособники, пособниками. И когда советское судопроизводство выносило приговоры по делам о предателях, о тех, кто перешел на сторону фашистов, они руководствовались абсолютно нормальной человеческой и юридической правовой логикой. Человеку, о котором мы говорим, к нему, вообще-то говоря, советская власть отнеслась максимально гуманно, потому как, в общем, он заслуживал, на мой взгляд, высшие меры наказания, как откровенный, абсолютный пособник гитлеровской Германии. Однако ему дали возможность отбыть наказание, был вынесен соответствующий приговор. Но это правовая сторона вопроса. Я думаю, что перед памятью наших народов, русского, белорусского, украинского, армянского, азербайджанского, татарского и всех остальных народов, участвовавших в борьбе против фашизма, этот человек не может быть оправдан, он не может быть обелен. И скандал состоит не в том, что Виноградов отреагировал на эту ситуацию, так как он отреагировал, а у него просто, по всей видимости, как я себе оставлю на его место, не оставалось другой возможности исправить это недоразумение, мягко говоря. То есть, если власти сами не демонтируют соответствующую табличку, если почему-то оказывается возможным на территории России увековечение пособников нацистских преступников, в их памяти, то тогда все разговоры о том, что в Европарламенте или в ПАСЭ принимаются какие-то странные резолюции, уравнивающие Гитлера и Сталина Советские Союзы, Гитлеровскую Германию, зачем тогда удивляться по поводу действий наших европейских, так сказать, партнеров, которые, в общем, преследуют мерзкие, но довольно понятные политические цели. Какие цели преследуются у нас, когда страна, которая была стержневой в борьбе с фашизмом, допускает на своей территории установку то памятника Краснового, я извиняюсь, на территории одного из южных российских регионов, то вот таблички такого рода, то пытались увековечить память Маннергейма в Ленинграде, Санкт-Петербурге. Из этого, правда, ничего не получилось, но за этим стояла активная работа, в том числе и нашей партийной организации, Ленинградской, Санкт-Петербургской, организации КПРФ, которая очень решительно против установки вот такой памятной доски возражала. Поэтому, еще раз повторяю, нужно быть терпимым ко многим вещам. Не люблю это слово «толерантность», но разные точки зрения имеют право на существование в рамках демократического общества, кроме тех точек зрения, которые самому этому демократическому обществу противоречат. Если мы не допускаем возможность существования поощрения фашистской идеологии, нацистской идеологии, то, значит, ни одному элементу, который бы легализовывал эту идеологию, не должно быть места в нашей жизни. А если вы под каким-то предлогом начинаете увековечивать память тех, кто был по ту сторону фронта, линии фронта в годы борьбы с фашизмом, то мы так далеко зайдем, вообще говоря. Поэтому сейчас надо позаботиться не о том, чтобы правильно квалифицировать действия нашего товарища Виноградова, а о том, чтобы повода для подобных действий не было вообще в Российской Федерации. И только тогда мы будем уверены отстаивать правду истории, правду о Второй мировой войне и на международных площадках тоже. Вот этот эпизод, который связан с террорутинаном, с попытками увековечить его память, так сказать, но по этому поводу тоже были предприняты необходимые усилия. Мой коллега по депутатскому корпусу, самый главный товарищ по Центральному комитету КПРФ, Леонид Калашников, делал необходимые запросы для того, чтобы всю эту ситуацию поднять и показать общественности, что это за деятели. Тем более, что некоторые пытаются сюда, как бы в эту ситуацию добавить национальный фактор, национальный фактор, связанный там вот Армения, Азербайджан, на самом деле. Я против того, чтобы тащить сюда эти вопросы, потому что есть конкретный человек, есть конкретные его действия в годы Второй мировой войны, действия преступника, действия коллаборациониста. Это ключевое событие для истории нашего государства, нашей Родины и всего человечества. И его роль надо оценивать прежде всего с тех позиций, с той точки зрения, какую роль он сыграл в этих событиях. Она совершенно очевидна, все документы на сей счет имеются, и наша здесь позиция будет непреклонна. Продолжение следует...